Добрый день, Полтава! Здравствуй, Украина! Сегодня у нас в гостях депутаты Супруминского сельского совета, да, правильно? Да. Татьяна Ивашина и Алена, ваша фамилия? Боровик. Как? Боровик. Боровик. Мы с этими женщинами знакомы, с этими депутатами, слава Богу, года два уже, наверное, да? Да. Ну, благодаря соцсетям. Розкажите, что у вас происходит в сельском совете? Почему? Потому что я вижу, вы вчера выставляли видео, что-то у вас там с головой, не слава Богу. Что там происходит такого, непонятного? Так, у нас есть певные претензии до работы сельской ради, до использования денег. Например, сейчас нас заинтересованы документы по использованию денег на ремонт памятника в селе Минцы. Так как там выделена сумма у 180 тысяч, но, фактически, на взгляд, можно сказать, что деньги вытрачены на много меньше. Стоп, извините, я вас остановлю. Вот тому назад я был у вас в гостях на сессии, и при мне выделялись эти деньги. И памятник планировалось на 9 мая прошлого, уже 16-го года, восстановить. Я правильно помню? Да, да. Он восстановлен? На данный час восстановлено, это было не до 9-го травня. Это было набагато тяжелее. Набагато позже все-таки произошло. Виділено 180 тысяч, вы говорите, да? Да. Вы считаете, чтобы использовано было намного меньше, я правильно помню? Так, но мы же не специалисты, мы хотели отримать документы, акты выполненных работ и поспілкуваться с людьми, которые имеют певную освету, чтобы, напевно, дизнаться, чи доцельно использованы деньги, или нет. Ну, это правильно, 180 тысяч, это приличные деньги. Но глава сельской рады отказывается надавать документы на ознайомление и говорит, чтобы мы написали официйный запит. Мы написали официйный запит, но есть статья в законе про месцевое самоврядувание, что мы имеем право ознайомиться с всеми официйными документами в сельской раде, делать виписки и копиювания. Сельский глава на это не идет и никаких документов не дает. Также мы просили штатный распис сельской рады, так как акциз в этом году у сельских рады забрали наверх, и набагато менший став дохід сельской рады. На зарплату працівникам, у которых в сельской раде 12 человек, ну а посад 12,5 человек, выделено близко 2 миллионов гривен. Загальний бюджет в этом году, по певним нашим подрахункам, будет складывать 4 миллиона, если какую-то часть акцизу нам не повернуть. Поэтому остается только 2 миллиона, из этих 2 миллионов мы уже выделили 800 тысяч на коммунальное предприятие, и виходит, что 1 миллион 200 на 4 села мы только сможем использовать на год. Сейчас 1 миллион 200 – это совсем не деньги. Ну, на сегодняшний момент очень много. Ну, голова получается, что-то, какие-то махинации, что-то он задумал, или он уже что-то делает? Ну, это вопрос, мабуть, больше для правоохоронных органов, которые компетентны этим заниматься. Наша така позиция, мы маем право только поднять какие-то паперы, проанализовать, сделать какие-то висновки, вернуться до каких-то установ, которые компетентны в этом году. Но мы не можем этого сделать, потому что нам не дают это сделать. То есть все впорается в то, что у нас нет взаимодействия с головой. То есть он игнорует, он не поважает нас совсем, как депутатов. Его позиция такая, что он у нас, как, знаете, сам соби маленький такий сваткум и брат, и царёк. Такий маленький царёк. Чего мы добиваемся? Мы добиваемся, чтобы, по-перше, все было прозоро и открыто для людей. Люди ему делеговали повноважение. Ну, так само же люди делеговали повноважение и нам. И мы вважаем, что мы ничего такого противозаконного не сделали. Когда мы заходим до него в кабинет, он говорит, что вы меня провокируете. На что, извините, пане, на что мы вас провокируем? Мы требуем единого. Мать поваду, потому что наши выборцы, которые нам делеговали наши повноважения, ждут от нас какого-то звита. И когда выносится какое-то вопрос на сессию, мы голосуем за это. И каждый депутат мае персонально ответить за каждый свой голос. А этого нет. То есть, я не могу прозвитиваться сейчас перед выборцами, то есть, если вы потратили деньги правильно или неправильно, то есть, если вы получите цену, то есть, на какой основе эта фирма зашла на работу этого памятика, а не другая. Понимаете? И когда начинаешь это поднимать вот такие вопросы, сельская рада не идет до нас. Я бы на месте сельского головы, так, если все прозоро, если тебе ничего бояться, ничего приховывать, чему? Чему не показать, чему не надать? То есть, если человек делает, и у него все чисто и гладко, он может показать любый папер, документ, кошторис, акт выполненных работ, чего мы не можем на них подивиться. Что за таемница? То есть, он оттягивает час, ну, я так понимаю, за 10 дней, так, он говорит, там, напишите звонок через 10 дней, я вам там надам. Навіщо 10 дней? То есть, ты будешь готовить эти паперы? Ну, я так понимаю, это. Ну, и вот наша позиция такая, что мы хотим донести до людей, что не все у нас депутаты закорумпированы або завязаны с чем-то, то есть, то есть люди, которые действительно хотят працювать на благо громады, которые действительно хотят что-то сделать для своей громады, но все упираются в то, что есть перешкоди. И если мы не будем давать этим перешкодам разговор, то мы так ничего и не добьем. Пройду наша каденция, и мы сядем и скажем, люди добрые, извините, мы ничего не сделали. Но не получилось. Так. То есть, я считаю, что если умный управленец и умный посадовец, он должен принимать каждого депутата, давать ему всю информацию, которую считает депутат, чтобы депутат мог выполнять свои депутатские обязательства. Это закон. А у нас в сельской раде этого, извините, нет. И законы нашему сельскому главу, виход, не указ. То есть, когда мы подняли вопрос о поименном голосовании, вы видели в видео, это вопрос его привело... Ну, он в ступике был, я вижу. Так. И вы же понимаете, что год сельская рада пропрацювала, поименного голосования не было, порушена статья 59, частина 3, если я не помиляюсь. Порушенный закон Украины и сельская рада должен был еще год назад, когда вступил в дию 26 лютого 2016 года, этот закон в дию. Что должен был сделать наш глава? Нести изменения к регламенту. По-перше, затвердить новый регламент, и працювать уже поименное голосование, это должно происходить. Поименное голосование не происходит у нас уже рік. И когда я задала это вопрос, я ему говорю, «Володимир Иванович, мы в судовом порядке можем скасовать все решения...» Ну, это вопрос его завело, конечно, не то, что в ступор, он не мог мне ничего сказать, он судил, я думаю, «Боже, может, человеку уже плохо?» Я говорю, «Володимир Иванович, дайте мне ответить!» Он говорит, «Нет, у нас все происходит за противотриматься!» Я вам расскажу, как это происходит. Заходят депутаты, регистраются, ставится час прибытия депутата и подписчиков. Потом Володимир Иванович зачитывает, например, какие-то вопросы, и ты даже не можешь его ни обговорить, ни обсудить, потому что, если ты задаешь вопрос, он начинает закрывать рот и говорит, «Это на комиссиях уже все обговорили!» Ну, и действительно, мы тогда, когда мы не понимали вопросы, мы поддерживаемся или вообще не голосуем. А мне хочется, чтобы было в Северной Раде все прозоро, чтобы каждое вопрос... Мы обратились неодно разово до Северного Головы, что мы просим вас попереджать нас, когда и в какой час будет происходить та или иная комиссия. Вы не знаете этого? Нам не надают эти информации. Это так, через раз, когда там позвонили, сказали, керуючи с правовыми и на комиссиях. И вот, если у нас выходят, мы обновляемся обновляемся быть присутствием на каждой комиссии. И на комиссиях мы же тогда уже изучаем эти вопросы. Но депутат не может быть присутствием на всех комиссиях. Какие вопросы поднимаются на сессии, нам нужно их решить и задать вопросы в сессийной зале. Ну, бачите, пасивность депутатов, приводит меня в какой-то жаль. Потому что, я считаю, если человек взял на себя повноважение депутата, то он зомер... Но его никто не уговаривал баллотироваться. Он сам принял решение, люди поддержали его решение. А как сейчас ведут себя избиратели? Вот в отношении вас, например, они слышат вас, видят, обсуждают с вами эти проблемы, они знают о том, что у вас происходит. Ну, есть много людей, которые нас поддерживают, которые помогают нам в определенных действиях. Но есть много людей, которым все равно. Они не проявляют никакой активности, то есть им все равно. Живут и живут. Ну, люди говорят, уже третий срок, пішов наш глава на третий срок. Вот. И изменения каких-то. Вот мы не чувствуем покращения в нашем селе. У нас так же, как в деяких участках Полтавы, не чистые тротуары. У нас практически их вообще нет. И когда мы поднимаем вопрос, почему мы выделяем, например, 700-800 тысяч на ремонт какого-то будинка культури, если до этого будинка культури нужно идти в Бродах. Вы понимаете? Моя думка, и мы неодноразово заявляли на сессиях, и Татьяна, и Вашина, и я, что давайте приведемо в порядок наши тротуары. У нас школа, у нас дитячие садочки. Пройти зранку неможливо. То сніг, то лід, то грязь така, что приходит дитина вся забрюхана по колени. Понимаете? На мой взгляд, недосконала работа. Но тем не менее, его третий раз выбирают. Ну, вы понимаете, лишь выбирать ту людину, у которой есть государственный ресурс. Его поддерживало больше населення похилого века, так как они получили какую-то певную помощь. Это же из бюджета. Так. Это же те же аптечки, как у вас в Полтаве, а у нас трошки совсем... Еще очень большую роль отграя не явка на выборы. Мало людей ходить на выборы и вообще молодь. Молодь на выборы не приходит. Когда молодь заходит до выборчей дельницы, она бачит, что велика черга. Сколько процентов пришли на выборы? Не знаете в Супрунівской Севской Раде появилось на выборы. А скажите, вот была история со школы и с автобусом. Чем она закончилась? Знайшли просто другого водителя. И тогда сельский голова погодился разом с начальником коммунального предприятия и позволил ставить автобус в их ангаре. Сейчас что происходит? Сейчас все добре, водители ездят, детей подвозят до школы. В той истории голова тоже самое принимал какое-то участие. Я правильно добрая людина, не вживая алкогольных напоев. Він попередньо працював на смітті збиральному автомобилю в нашому комунальному підприємстві. Стався конфликт з начальником він звільнився і потім працював на маршрутці в нашій супрунівській. Дуже гарна людина, супрунівки про нього відзиваються тільки добре. Тобто якісь личні перейшли в общество. Так, з-за личного страдали діти, які ходили з Івашок, з Милець, пішком. Не те, що холодно на дворі, є траса Київ-Харків, яку дітям потрібно переходити. Зараз там поставили світлофори, але вони нічого не допомагають. Машина як не зупиняється, так і не зупиняється. Несмотря на то, що і поліція там частенько буває. Ні, не зупиняється. Поліція тут біля виїзду супрунівки її редко побачиш. Вони стоять трохи далі на виїзді вже з цього, скажіть, мені заправки. Тобто кожного ранку я бачу їх там, а хотілося, щоб вони були ближче до населеного конкурсу. Які ви бачите піти виходу з ситуації? Все-таки, якщо голова себе так позиціонує, так себе веде, вас не слухає, ігнорує якісь в течіні роки закони. Як ви вважаєте, що треба робити, щоб цього не було, щоб це відкричити? Давати розголос інформації, доносити інформацію. Максимально. Ми викликали поліцію, написали заяву в поліцію про перешкоджання депутатській діяльності та невиконання закону України. Що буде далі з цим заявлением? Як на мій погляд, я думаю, що великого якогось прогресу ця заява не дасть, тому що я неодноразово вже звертаюся в наші правоохоронні органи. Вони зараз просто розписують матеріал на дільничного. Він приїжджає, опитує сільську голову. Сільський голова говорить, що він ні в чому не винен. І мені дають відповідь, що ви написали, ми в нього спитали, він сказав, що він не винен. І все нормально. І все нормально, чого ви нам пишете? Ось такі відповіді, я неодноразово також виставляла їх в інтернет, такі відповіді дають начальники поліції. Зараз ви все-таки, щоб побачити ці документи, ви запроси вже написали? Так, ми вчора написали, депутатське зверху. Скільки днів там на розсмотрення? Десять днів. Через десять днів ми сподіваємося, що ми щось побачимо. Я правильно правильно? Будемо сподіватися, що нам нададуть документи. Але я думаю, що штатний розпис ми не отримаємо. А скажіть, в якому вигляді на даний момент пам'ятник? Його як-то переделували? Так, там поклали плитку під, як сказати, сам пам'ятник підшпаклювали, підкрасили, посадили якесь деревце. В цьому весь рівнем закінчиться. Ну, ви вважаєте, що... Ну, я думаю, що 180 тисяч це занадто для такого ремонту. Понятно. Є ще щось вам сказати? Ну, будемо все одно. Як би там не склалося з цією заявою справа, ми все одно будемо намагатися відновити якусь справедливість. По-перше, ми на цьому не будемо зупинятися. Будемо діяти в рамках нашого закону і вимагати будемо від сільської ради, щоб вони також притримувалися законодавства України. Тобто, в голові спокоя не буде? Не буде. По-крайній мере, за вашу каденцію, наскільки я так понимаю. Так, так, так. Ну, що, уважаємо, держитись. Все-таки, ми видим, що депутати є, небайдужі депутати прийшли для того, щоб працювати. Кстаті, отчет, ви отчитуєтесь в цьому году, збираєтесь перед збирателем, я вам скажу? Обов'язково. Ви не добились, а взагалі так, ну, на вскидку. Єсть победи какие-то, удачі? То, що ви хороше, зробили кожен із вас на округу у себе? Несумненно є. Як сказати, це тільки початок, але вже є якісь двиги. От, наприклад, у нас була така ситуація, коли я звернення написала на сесію сільської ради, прошу вас в залі засідань повісити прапор України, там, де засідають депутати, і організувати якийсь гімн України, щоб депутат обов'язково, щоб кожен депутат встав, положив руку на серце і перед тим, як піднімати руку за якесь питання, хоч трохи подумав про тих хлопців, які зараз захищають наш спокій. Так, як у нашого сільського голови є кворум, тобто його люди, що ви думаєте? Вони голосують проти цього. Проти прапора, проти нашої державності. Добре кажу, я не витримала і кажу, Володимир Іванович, я до Києва дойду з цим питанням. Коли він побачив, що я підняла це питання, почала кругом писати, що ви думаєте, Володимир Іванович, хоча на сесії проголосували проти, за свої кошти купив прапор і повісив. Ну, гімна поки що нема, будемо добиватися. За кошти сільської ради? Ну, мені так сказав начальник будинку культури, каже, по-моєму, за свої кошти купляли. Так що, така у нас конкузія є. Ну, нічого, будемо цю ракову пухлину лікувати. Обов'язково, постійно. Постійно. Наші округи ігноруються. Тобто, у нього все-таки личні відношення к вам перекривають. Так. Хоча, в прошлому році на мій округ були виділені кошти на ремонт покрівлі одного будинку і виділені кошти на встановлення дитячого майданчика. Тобто, мені пощастило в минулому році. Ну, а більше... Деньги були виділені і освоїли? Так. А ви контролювали їх освоєння, ви розумієте, що все правильно, все больно, не чесно. Так, так, кришу відремонтували дуже добре і дитячий майданчик його не встановили ще, але закупили. Дуже гарний дитячий майданчик. Дорогою довольство є дитячою площадкою? 49 тисяч. Це сертифіціровано, все... Так, так. З паперами. Воно буде на балансі комунального підприємства. Комунального підприємства. Так. Так. Ну, маєте що-то сказати? Ну, буде все. Наверно, все. Ну, це не все, це продолжение нашої дружби, наше ознакомство. Всім удачі. До свидання. Субтитрувальниця Оля Шорі. 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 Субтитрувальниця Оля Шорі.